Это день 22 сентября, день преподобного мученика Иосифа Володского. Это был один из главных ориентиров суровой монашеской аскезы и христианского просвещения 15 века. Собственно, так и назывался его главный труд – просветитель, бывший ответом на появление в пределах русской земли новободных ересей – преподобный Иосиф Володский. В 40 лет святой впервые стал игуменом Боровского монастыря. Но введенный им строгий устав вызвал возмущение братьев. Как сказано в житии, лишь семеро благочестивых иноков были единомысленны с игуменом. Они перешли на новое место, основав Иосифа Володскую обитель. Причем игумен во всем подавал пример. Валил лес, носил бревна, рубил и пилил. Очень скоро монастырь расцвел. Великий гнязь Иван III осыпал дарами высокоученого настоятеля. Сам преподобный стал известен как активный борец с ересями. Он стал основоположником духовной школы Ясифлян, из которой впоследствии выросло много православных сподвижников и миссионеров. Несколько митрополитов считали себя непосредственными учениками этого человека, преподобного Иосифа Володского. В этот день 22 сентября родились. Михаил Бестужев, декабрист, участник восстания на Сенатской площади. Он был сослан в Сибирь, где сделал немало для ее освоения. Русский писатель, философ Алексей Лосев. Сергей Ожегов, автор толкового словаря русского языка. Фамилия этого ученого стала нарицательной. Ожегов, человек и словарь. Только при жизни автора его главный труд вышел общим тиражом больше полутора миллионов экземпляров. А за всю советскую историю его объем составил 7 миллионов книг. Словарь русского языка Ожегова. Кстати, сам Сергей Иванович опасно шутил, что тиражом его словарь не уступают трудам всех классиков марксизма-ленинизма вместе взятых. Самый известный словарь до революции принадлежал Владимиру Дарю. В советское время лексика всего русского языка круто поменялась. Понадобился новый труд. Первым эту задачу решил Дмитрий Ушаков. Трехтомный словарь вышел в свет в 30-е годы. Его объем был 85 тысяч слов. Уже тогда в этой работе принял участие молодой ученый Ожегов, ближайший помощник Ушакова. Сергей Ожегов, как все его поколение, прошел тяжелую эпоху революции и войн. Воевал в гражданскую. В блокадном Ленинграде потерял почти всю родню. Однако всегда сохранял главный интерес в жизни – науку и неизменную интеллигенность. Рассказывали, что однажды он попросил таксиста отвезти его к Академии. Водитель взглянул на строгий светлый лик пассажира и отвез Ожегова к Духовной Академии вместо Академии наук. Сразу после войны Сергей Иванович загорелся идеей создать еще вариант словаря, но уместить все богатство лексики в один том. Так появилось издание словаря Ожегова от 1949 года, где было 50-е числов, в том числе бомбоубежище, боеприпасы, диверсант. За годы войны лексика приросла такими вот словами. Словарь не раз пересдавался, сам его автор умер в 60-е от врачебной ошибки. Напоследок он попросил себя упокоить по христианскому обычаю. В этот день 22 сентября 1236 года произошла битва при Сауле, одна из ключевых в истории средневековой Восточной Европы. Город Шауляй, спортивные клубы Шауляй, одноименной улицы, точки общепита, битва при Сауле или Шауляе стала одним из главных событий в странах Балтии в Средневековье, о котором помнят. Есть даже в ее годовщину особый праздник – День Единства Балтов. В 1236 году католический орден меченосцев, подгоняемый призывами Папы Римского, организовал один из первых крестовых походов в Прибалтику, в основном против языческих литовских племен. Орден даже поддержал отряд псковичей, около 200 человек, с кем у меченосцев были сложные отношения, но конкретно в эти годы был мир. Однако тяжелая рыцарская конница крайне дурно показала себя среди литовских болот. Весь отряд крестоносцев почти поголовно был уничтожен у Саули, о чем горето вздохнула ливонская рифмованная хроника. Магистры с братьями сражались, героями в бою держались, пока их кони не упали. Кстати, погиб даже магистр, и весь орден меченосцев в том же году пришлось фактически упразднить, соединив его с другим известным католическим орденом тифтонцев. С другой стороны, с этого начиналась большая история Великого княжества Литовского. В этот день 22 сентября 1784 года на острове Кадьяк русские основали первое постоянное поселение на Аляске, в Америке. 22 сентября 1635 года в Красной армии вернули воинские звания. В том числе введено звание маршала Советского Союза. Трое из пяти первых маршалов погибнут от репрессий несколько лет спустя. 22 сентября 1744 года от гитлеровских оккупантов Красная армия, Чичин, город Таллинн. Таким был этот день 22 сентября.